24 марта всемирный день борьбы с туберкулезом вы знаете я бы назвал немножко по-другому не день борьбы бороться с туберкулезом нужно каждый день и всю жизнь я бы назвал этот день памяти о том что на сегодняшний момент на планете земля есть более 2 миллиардов людей тубинфицированных что такое тубинфицированный человек ну это человек у которого когда-то на протяжении жизни произошел контакт с микобактерией туберкулеза она зашла в его организм иммунная система выработала антитела и контролирует эту микобактерию она ее не убирает но контролирует и вот эта ситуация такой динамической равновесия присутствует в организме кстати как определить тубинфицированный или нет я скажу чуть позже поэтому смотрите видео дальше это легко сделать в домашних условиях не прилагая никаких усилий главное без денег вот что другие люди да ну двое из трех на сегодняшний момент не инфицированных микобактерий то есть им повезло чуть больше хотя вы знаете это бабка на двое годово все зависит от того иммунитета от того уровня иммунитета на котором они встретятся с микобактерией уже часть людей не просто тубинфицированы часть людей при встрече с микобактерией заболевают туберкулезом вот а туберкулез ну достаточно такое коварное заболевание и очень опасные смертность при заболевании туберкулезом 15-20 процентов вы представляете эту цифру это громадная цифра уступает только одному инфекционному заболеванию сегодня распространенным спиду все остальные болезни рядом не стоят очень высокая смертность и при высокой распространенности вы понимаете что странах гибнут десятки тысяч людей ежегодно это очень серьезно знаете как у меня несколько сайтов много видео и когда наступает осень начинают напоминать вам о гриппе я вижу как статистика растет посещаемость растет резко я понимаю что вы напуганы да говорят что грипп очень опасной инфекцией реально из респираторных инфекций это самое опасное пожалуй я понимаю вас смотрите читайте на здоровье первые признаки гриппа как бороться как правильно оказывать помощь чего не использовать не вопрос но я хочу напомнить статистику при сотнях тысяч заболевших в каждой стране ежегодно а гриппа умирает не сколько человек от осложнений гриппа еще несколько десятков из тысячи заболевших туберкулезом 150 влезть понимаете разницу это очень важно понимать что туберкулез его нельзя шапками закидывать нужно уважительно относиться к этой очень опасной инфекции и правильно ее сопровождать насколько она распространена ну статистика украина на сегодняшний день по количеству больных туберкулезом занимает второе место европы первое место но просто население больше принадлежит россии если взять в процентном отношении к населению то вместо украины более такое комфортное шестое европы первые позиции занимают та же россия молдова грузия румыния то есть страны далеко не самой худшей экологии просто я так понимаю что иммунную систему не самым лучшим образом поддерживают поэтому случае контакта с микобактерией развивается заболевание ну насколько часто туберцированность в украине это легко проверить домашних условиях вы знаете я когда еще преподавал мед институте наши студенты провели такое исследование писали даже научную работу проверили вот тут инфицированность у своих коллег то есть 20-летние ребята проверили получилось почти 100 процентов я понимаю что россия молдова грузия румыния будущее странами с более плохой ситуации вот туберкулезу у них примерно то же самое как определить легко и просто помните вам в школе делали пробу манту так вот если у вас после инъекции остается только следует укола у вас туберцированности нет у вас нет внутри микобактерии туберкулеза но увы у вас нет иммунитета к ней то есть ваша цель вы должны понимать что вы должны поддерживать иммунную систему потому что в случае встречи с микобактерией понятно вероятность заболевания присутствует те же у кого была хоть какая-то папулка те туберцированные то есть у них есть иммунитет к микобактерии туберкулеза потому что она находится где-то внутри в организме и что делать в принципе в любом случае и в первом и во втором действия практически одинаковые нужна профилактика нужно укрепление иммунитета а что важно для иммунитета это правильное питание потому что если питание недостаточно иммунная система не может вырабатывать нужное количество антител интерферона понимаете что она плохо будет контролировать хронические инфекции которые находятся в организме и в случае скажем так встреча с микобактерией и падение иммунитета мокобактерия может проявиться и здесь может быть ситуация проблемой поэтому первое что вам нужно наберите на моем канале правильное питание посмотрите видео если вы не хотите идти ко мне на консультацию не вопрос яcą экономить денег не проблема правильное питание смотрите видео на эту тему потому что когда у вас избыточное питание есть избыточный вес Когда у вас дорогое питание, да, я понимаю, вы можете питаться супер дорогими продуктами питания. Или экзотическое питание, то есть вы берете экзотические продукты питания, не свойственные нашей зоне, и считаете, что это укрепит ваш иммунитет. Вы знаете, две большие разницы, как говорят в Одессе. Все-таки для того, чтобы все это усвоилось и дошло до клеток, дошло до иммунной системы, организм должен все это полноценно переработать, усвоить. У вас должна в хорошем состоянии быть печень, потому что от нее зависит транспорт всего этого. От нее зависит перевалочный пункт. В кишечнике пища должна перевариться, попасть в кровь, печень переработать свойственные только вам вещества, и только после этого все это пошло в иммунную систему. Если вы все это делаете правильно, не вопрос, все прекрасно. Если что-то у вас не срабатывает, вот тут возникает проблема. И вы знаете, если раньше классики марксизма-ленинизма говорили, что туберкулез это социально-пролетарская болезнь, то есть она свойственна определенному классу людей, то вы знаете, уже давно туберкулез не социально-пролетарская болезнь. Она охватила все слои населения вне зависимости от уровня доходов, от системы питания, от набора продуктов питания. Потому что нужно понимать это. Нужно обеспечивать белковый обмен правильно. Потому что если у вас сложно накачивается мышечная масса, я понимаю, что белковый обмен идет плохо, значит и иммунная система будет слабо работать. Если вы плохо питаетесь, а закачиваете мышцы, да, я понимаю, что вы включили конкурентов, потому что иммунная система и мышечная система, Они конкуренты. Они склады белка, но если питание у вас не сбалансировано, то закачивая в мышцу белок, у вас возникает проблема. Иммунная система откуда возьмет аминокислот? Понимаете ситуацию? Тут много факторов разных. Стресс банальный. Он тоже укладывает иммунную систему, потому что стрессовые гормоны надпочников, их задача подавить иммунитет, чтобы не разъяснить инфекции. Но инфекции-то подавились. Вопрос в том, что иммунитет тоже подавился. Кто первый поднимет голову, неизвестно, когда гормоны уйдут. Бактерия какая-то активируется, в том числе микобактерия туберкулеза. Или иммунная система опять займет главенствующее положение в вашем организме. Вы знаете, дыхание тоже очень важный момент. Кстати, вот бонус, я хотел вам это сказать. Если вы зашли в лифт, и вы не уверены, что в этом лифте до вас, за три месяца до вас, не было ни одного тубинфицированного человека, и человека с открытой формой туберкулеза, дышите животом. Микобактерии туберкулеза, туберкулез любит верхушки легкие. Вот здесь, когда у вас стеснено все одеждой, вы дышите верхушками. Когда у вас избыточный вес, у вас нет экскурсии диафрагмы, вы дышите верхушками. Если вы женщина, из-за беременности у вас физиологически более удобное для вас дыхание, это дыхание верхушками легких. И там очень легко могут размножиться микобактерии туберкулеза. Поэтому, если вы зашли в замкальное помещение, где вы не могли контролировать его качественный состав воздуха в течение последних трех месяцев, это может быть лифт, это может быть автомобиль, это может быть маршрутка, это может быть поезд, это может быть концертный зал. Вопрос. Дышите животом. Когда вы делаете вдох животом, надуваете живот, у вас растягиваются нижние доли легких. Воздух идет туда. Все. Микобактерии, если даже не попадет туда, в нижних отделах легких, микобактерии не развиваются. Туберкулеза там не бывает. Это верхушки. Все. И вы таким образом, правильным дыханием, обезопасили себя от вероятной, ну такой вот непонятной вам агрессии. Она вам не нужна абсолютно. Вода тоже имеет значение. Качество воды, грязная вода, она подсаживает иммунную систему. Понимаете, вот это все факторы, которые есть, вы должны просто понимать. Что есть понятие, называется здоровый образ жизни, в котором вкладывается правильное дыхание, правильное питье воды, правильное питание, правильное движение. Ну, контроль эмоций. Пять основных компонентов, которые поддерживают ваш организм на высоком уровне здоровья и предупреждают развитие болезней, в том числе и туберкулеза. Вы должны это просто понимать. Потому что если какой-то из компонентов, а самый главный в данном случае, ведущий, это правильное питание и эмоциональное сопровождение вашего организма, потому что остальные не так важны. А эти очень важны. Возникает так называемый незавершенный фагоцитоз. Это пусковой момент в развитии туберкулезной инфекции. Что это такое? То есть вы понимаете, что если у вас проба манту есть положительная, то есть у вас контакт с туберкулезом есть, у вас иммунитет, ему есть. То есть микобактерия где-то сидит. И она может, вы не можете контролировать свой организм, потому что в нем количество бактерий значительно больше, чем количество ваших клеток. Иммунная система должна контролировать. Но, как она ее контролирует? Фагоцит курсирует по крови, курсирует по организму. Где-то сидит микобактерия. Он ее нашел. Он ее прозлотил. В норме он использует ее как правильное питание. Все, и отлично, все прекрасно. Он контролирует микобактерию, съел одну, пошел за следующей. И не важно ему, что попадется под руки. Микобактерия, стафилокол, стриптакол. Не важно кто. Не важно какая еда ему попадется под руки. Но, система питания, вот если он имеет все ферменты нужные для переваривания этих бактерий, все прекрасно. Если ему какой-то аминокислоты не хватило, у вас было несбалансированное белковое питание, он не сможет собрать фермент, который должен был переварить эту микобактерию. И появляется вот тот самый ведущий фактор развития туберкулеза, незавершенный фагоцитоз. Когда фагоцит нашел, он свою функцию выполнил, он ее проглотил, а переварить не может. И вот пока иммунная система не в состоянии переварить микобактерию, она попав в такие условия, начинает великолепно там размножаться. И фагоцит из киллера для микобактерий становится инкубатором. И поймав одну, она разрывается. Инкубатор этот разрывается, и десятки выходят в кровь. Новый фагоцит находит из этой компании микобактерию. Поймал, взял, а переварить не может. Незавершенный фактор продолжается. Что будет, понимаете, еще десятки микобактерий пошли в кровь. Вот здесь вот вспыхивает инфекция. Вот здесь возникает проблема. Что делать, чтобы фагоцитоз все-таки был завершен, чтобы иммунная система выполняла свои функции? Вы уже понимаете, правильное белковое питание. Сбалансированное по аминокислотам. Не вопрос, если вы себе знаете, как это обеспечить. Не проблема, у вас иммунная система будет работать хорошо, и все будет прекрасно. Если у вас что-то не срастается, что-то не можете, ну, звоните, пишите, мне вопрос, помогу. Потому что, если человек заболеет, тяжелее, там, да, я понимаю, я уже сказал вам цифры, не бойтесь этих цифр. Когда вы боитесь, вы стрессовыми гормонами, анкорсиков, добиваете свою иммунную систему, не нужно. Вы должны просто понимать, что в случае, если у вас есть, подозрение на туберкулез, вы должны сделать одно простое движение. Пойти к психиатру, получить у него схему лечения, и выполнить ее от А до Я. Потому что, когда вы начинаете шалить народными средствами, ходить по шаманам, ходить куда угодно, только не в официальную медицину и установленном диагнозе, у вас возникает ситуация. Микобактерии продолжают работать, а иммунитет не срабатывает. Вы знаете, проводили опыты, на как народные средства, исключительно народные средства, влияют на микобактерию туберкулеза. Да, например, чеснок, известная вещь, великолепно убивает микобактерии туберкулеза, если вы способны съесть по головке, не по зубку, а по головке москаля, 4 раза в день. То есть, ядреный чеснок, 4 раза в день, по головке и полгода. Да, в этих условиях вы, легких, достаточная доза фитоцидов, которые убивают микобактерии туберкулеза. Вы способны на такой подвиг? Ваш желудок выдержит такую агрессию? Думаю, что вряд ли. Поэтому, вы знаете, для того, чтобы выйти из этого диагноза с иммунитетом и со здоровьем, вы должны правильное лечение проводить. Знаете, я еще в 2006 году опубликовал такую книжку на украинском языке «Туберкулез. Профилактика. Лечение. Реабилитация». То есть, как вы понимаете, все три стадии контакта практически с микобактериями здесь описаны. То есть, профилактика. Что делать в случае, если вы тубинфицированы или неинфицированы. Лечение. Понятно. Как помочь официальному лечению пройти эту сложную ситуацию? Не вопрос. Ну и реабилитация. Как реабилитировать иммунную систему. Очень важный момент. Вот, собственно, лечение. Да. Оно сегодня продолжается не год, как раньше. А 4-6 месяцев. Но, вы знаете, за счет того, что просто рациональнее подобраны схемы антибиотиков. Проблема в том, что антибиотики существенно за последние десятки лет не изменились. Они практически такие же, какими лечили в 60-е и 70-е годах. Именно поэтому возникают резистентные формы туберкулеза, которые очень тяжело лечить. При них смертность около 80%. Вы понимаете, речь о чем? Там, если погибает 4 из 5. Это очень серьезно. А на резистентность попасть очень легко. Начать курс антибиотикотерапии, не добить бактерию, фактически потренировать ее антибиотиком. Дальше тут возникают резистентные штаммы. Если вы прервали курс антибиотикотерапии, то здесь возникает неблагоприятная ситуация. Потому что все-таки первичный туберкулез, когда вы начали антибиотики и полностью проходите всю схему, смертность там не 15-20, а она значительно меньше. Там всего несколько процентов смертности. Она очень низкая. По сравнению с резистентными формами туберкулеза, где-то 80% доходит. Вы же понимаете разницу в чем? Поэтому ни в коем случае нельзя прервать. Да, вы почувствовали себя через месяц лучше. И есть вот такое, знаете, славянское обдул, а вось пронесет. Нет. Полгода. Вот что вы должны делать обязательно? Вы можете в схему лечения вложить народные средства. Почему? Потому что для того, чтобы выдержать эту схему. Полгода приема антибиотиков. Причем там ни один антибиотик, и несколько назначается. Вы должны обеспечить своему району полноценное правильное питание. Откуда это питание возьмется? Понятно, вы будете кушать, больше еды забрасывать в пищеварительную систему. А там мало того, что у большинства есть антибиот, дисбактериоз, но на фоне антибиотиков он усиливается. То есть питание ухудшается, переваривание пищи ухудшается. Чем помочь? Понятно, не вопрос. Контактовый видит. Подскажу, какими средствами народными это сделать. Второй момент. Переварившись, белки попадают в печень. И тут возникает вторая серия морализованского балета. Второй А. Печень нагружена антибиотиками. У большинства она очень чувствительна к этому и беспокоит, болит. А тут еще и пришло много белка, который нужно перерабатывать. Нужно знать, как усилить работу печени. Я знаю, что это такое, с чем я едят. Поэтому не вопрос. Пишите, звоните, обращайтесь. Это очень важный момент. На третьей позиции стоит удаление белковых токсинов. Понятно, это почки. Если у вас волосы хорошие, не вопрос. Если у вас разные стадии обусеяния без залысины есть, почки ваши не в самом лучшем виде, не лучше всего работают. Какие видео можете найти на моем канале. Работу почек посмотри. И как бороться с облысением, пожалуйста, не вопрос. Это все в открытом доступе, совершенно бесплатно. Смотрите, берите что-то полезное для себя, используйте, не проблема. В случае, если не повезло вам, самая плохая, не самая лучшая микобактерия попалась, резистентная к антибиотикам, плохо идет лечение, не вопрос. И в этом ситуации можно помочь. Тут, в лечении это тоже завязано. Это все тоже учтено. Можно усилить, можно подставить микобактерию от антибиотиков. Она будет лучше разрушаться, будет лучше погибать. А это сотни, тысячи спасенных жизней. Почему это не используют? Используйте, не вопрос. Это все нужно делать, потому что очень опасная инфекция. знаете, по опасности только СПИД впереди. Даже гепатиты позади. Там легче ситуация проходит. конечно, когда комбинация нескольких инфекций, тут, конечно, иммунной системе хуже всего. Тут можно работать, тут можно помогать, не вопрос. Это все можно и нужно делать. Я, вы должны понимать, что предупрежден, вооружен, вы должны понимать, что да, есть эти инфекции, и нельзя их игнорировать. Шапка закидательства не проходит. Знаете, много народных средств есть в интернете, но не все их можно использовать с успехом, потому что далеко не все они работают так, как написано. Отзывы написать легко и просто сегодня. Попросить друзей и знакомых, они вам напишут любые отзывы. Вот такие. Вопрос, что вы будете делать с тем здоровьем, который уйдет. Поэтому, если вам нужна консультация врача, фитотерапевта, диетолога, который является фитотерапевтом в седьмом поколении, опубликовал полсотни книг и брошюр, сотни статей, пишите, звоните, а я подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия. развер affirми, два кисточка, всеalth pьют, который первый вперед... Потерпиль,